привет друзья молодой компания full выпустившая совсем недавно пики драйверные гибриды перформер 5 вдогонку им отметилась своей топовой новинкой перформер 8 за звук в которых вестима отвечает уже 8 разных излучателя помимо того что в этих наушниках установлен 1 8 миллиметровый динамический излучатель с биодиафрагмы из 7 балансных арматур компания хвастается причем навязчиво хвастается своими инновационными и запатентованными технологиями например такими как акустические 3d трубки которые отличаются разной длиной со слов производителя оказывает очень большое влияние на звук этих наушников технологии сброса воздушного давления и технологии коррекции частотного разделения который называется rlc последний возможно я бы ребята отнес к обычному хитрому маркетингу если бы совсем не услышал никакой разницы между 5 и 8 моделью а разница между ними к моему счастью есть и заключается на в достаточно скажу вам заметных изменениях благодаря которым эти наушники действительно мне кажется шагнули на полторы ступени выше своих предшественников и заслужили называться флагманами ожидаемо не обошлось без небольших шероховатости но о них я подробно расскажу в соответствующем разделе о звуке стоят эти наушники 369 долларов а продаются в магазинах компании hi-fi go размеры корпусов их формы и звуководы без бортиков достались новые модели по наследству от младшей а что их между собой различает так это минорные изменения которые произошли с фейсплейтами этих наушников у пятерок они были чуть ярче напоминали горящую лаву а у восьмерок какую-то абстракцию с расположенные по диагонали золотистыми и разноцветными полосками уверен что с посадкой как у меня у вас тоже проблем не будет при условии если вы сможете подобрать к звуководам амбушюры которые будут на них хорошо держаться опираясь на свой опыт скажу что джи вести спирал тут с них слетали и оставались в ушах клэри он держались более или менее но здорово удлиняли конструкцию а лучше всех остальных подошли вот такие темно-синие амбушюр средней жесткости желтыми сердечниками стоковый кабель тоже не поменялся поэтому вместо слов заслуживает несколько красочных снимков и видеокадров если обзор звука перформер 5 и начинал с критики то позвольте обзор звука восьмерок наоборот начать заметных изменений и из положительных моментов и так старшая модель зазвучала более нейтрально и сбалансирована но у нее как ни странно в отличие от младшей наконец появилась более глубокая сцена и заметно улучшилось трехмерное позиционирование то есть если пятерки особенно при прослушивании живых выступлений и оркестровой музыки порой казались мне немного плосковатыми то восьмерки благодаря лучшему наслоению виртуальных планов и образов особенно на нижних и средних частотах кажется теперь более панорамными и объемными кстати основной тембр этих частот тоже изменился и стал немного более теплым низкие частоты сконцентрированы теперь больше на передаче самого низкого баса и более глубоких слоев а мид бас что кстати немного противоречит графику наушников напротив ощущается телесными плотным некое смягчение или сглаживание панча врать не будут здесь присутствует но она на мой взгляд совсем не критичное инструментальные треки roundabout прекрасно демонстрирует нам насколько плотными в этих наушниках могут показаться барабаны насколько эффектно передается глубина и затухание струнного баса и насколько этот диапазон богат всевозможными абертонами и оттенками а трек temptation от twitter говорит о том что не идеально но вполне удовлетворительно на мой взгляд эти наушники справляются и с более быстрой и сложной музыкой также глядя на график средних частот может возникнуть обманчивое впечатление о нехватке нижней середины что уверяя вас друзья на деле не совсем так а трек world of today от supermax хорошее доказательство того что голос вокалиста не испытывает здесь большого дефицита в объеме и насыщение а звучащие фоном бас-гитары и клавиши нижнего регистра очень хорошо дополняет собой эту композицию в остальном средняя частота обладает грубо говоря не образцовой а натуральной детализации достаточно неплохо прорисованными инструментами вторых планов и совершенно не острой не громкой но в то же время мелодичной и прозрачной верхней серединой благодаря которой голос петер магоня в треке комп где за своими откровенными подробностями вызывает целые отряды мурашек а теперь друзья настало время поговорить о ложке дегтя которые в этой дорогой бочке с медом место к сожалению все таки нашлось если в пятерках верхние частоты были очень простыми и скудными словно их пересадили туда от наушников за 20-30 долларов то восьмерках благодаря дополнительным арматурами наверное всем этим хитрым и доработанным трубочкам они стали очень насыщенными детальными то есть теперь здесь есть внятное инструментальное разделение есть хорошие атаки и затухания ощущается разнообразие слоев но и никуда не делись искажения на 6 килогерцах виде металлического песочка который к счастью заметен не везде не всегда например в джазово инструментальной в классической музыке это явление или вовсе не встречается или встречается не так часто как металлических композициях или насыщенных электронных например если в джазовом треке новом боя кроме приятных воздушных и подробных перкуссий больше ничего не слышу тоже в металлическом актива это железная их это не дает мне в полной мере получить удовольствие от музыки благодаря своим резким и синтетическим тембрам и опять же в прок роковой композиции анде старван с перкуссиями и другими верхними инструментами практически все же в полном порядке их можно внимательно выслушивать и совершенно не напрягаться в общем друзья повторюсь помимо улучшения и более серьезного звука full performer 8 к сожалению по наследству получили небольшие недостатки младшей модели которые виду более детальных и насыщенных верхних частот потребует от вас более внимательного отношения и разборчивости качества музыкального материала особенно это актуально для тех кто слушает преимущественно тяжелую музыку которая в большинстве случаев как мы с вами знаем сведено где попало и как попало в противном случае если вам не нужны все эти обертона и шлейфы на быча посоветую более нейтральный juzir flame который обладает гладким и тепловатым звучанием или pin on fan 2 который не блещет слишком протяженными верхними частотами но радует их более натуральными тембрами итак плюсы старшей модели это достаточно объемная трехмерная слоистая сцена привлекательный массивный приятный текстурный бас практически без изъянов натуральные средние частоты и подробные верхние минусы те же верхние частоты которые из-за искажения на 6 килогерцах в некоторых жанрах лично мне портит общее впечатление своим синтетическим налетом поэтому если у меня и возникало желание послушать техметал я пользовался пенками и использовал с ними нейтральные или темноватые источники все остальные частоты у них на мой взгляд имеет достаточно высокий уровень и меня полностью устраивают уверен друзья в том что многие из вас зададутся вопросом что лучше перформер 8 или вышедшие совсем недавно я ним canon 2 меня не скроет этот вопрос тоже очень волнует а поэтому предлагаю пованговать на эту тему все вместе в комментариях под этим роликом не забывайте пожалуйста подписываться на все наши группы и чаты не забывайте ставить лайки и бить в колокольчики пока